Они спорили, одни говорили, посланники Бога Смерти, говорили, он грешник, он всю жизнь грешил, мол, должны забрать на суд Бога Смерти. А те говорили, нет, он в последний момент принял предвещу святого имени, и теперь он освободен от всех грехов, и мы не позволим вам его забрать. Когда он услышал этот диалог, он понял славу святого имени. И когда его освободили посланники Бога Смерти, и он вновь оказался живым, он сразу ушел из дома. И пошел повторять святое имя. Это был настолько яркий опыт, он начал повторять святое имя. И как он повторял? В священном писании говорится, нет такого греха, от которого бы не могло освободить святое имя. Но есть одно условие, о котором попросил Махарадж мне рассказать. Вы уже услышали о славе святого имени. Знаете его могущество. Но есть и условия. В случае от Джамилы не было никаких условий, потому что он не знал славу святого имени. Но тот, кто узнал слово святого имени, он должен повторять, выражая почтение святого имени. Понимая, что святое имя – это личность, живая личность. Это не просто мертвый звук. У святого имени есть форма, то есть облик. У святого имени есть качество. Святое имя совершает деяния, игры. И оно исполнено блаженство расы. По этой причине, поскольку это личность, нужно развивать святым именем отношения. И в этих отношениях нужно следовать определенным джетельменским правилам. Если мы с кем-то развиваем отношения, хотим сблизиться, мы должны следовать определенным правилам, ограничениям, что мы можем делать в отношении святой личности, а что не можем. Так вот, ограничение следующее. Такой человек не должен позволять олицетворенному времени этой эпохи, Кали Махараджу, входить в его жизнь. Как Кали Махарадж проявляется в жизни людей сейчас? Каким образом он делает их низкими? Как он их унижает? Это мясоедение, то есть убийство других живых существ, ради того, чтобы удовлетворить бугарки на языке. Раз. Это азартные игры. Человек может проиграть все свое состояние, доставить кучу бед своим родственникам из-за своего азарта. Это употребление веществ, которые меняют сознание, алкоголь, наркотики, сигареты. Во всех этих действиях присутствует Кали Махарадж, то есть царь этого времени. В христианстве называют сатаной или дьяволом. По тем функциям, что он делает. И последнее, это незаконные отношения противоположных полов. Кришна говорит в Баговодите, я секс в семейной жизни. То есть, когда отношения узаконены браком, освящены ведами, то есть это сделано через виваха самскар, то есть венчание, говоря на православном языке. Тогда Господь говорит, я секс в соответствии с этими правилами. Когда это делается правильно. Отношения между половами вне брака это грех, который приводит к страданиям в аду. Там в аду есть такое наказание, когда мужчину заставляют обнимать раскаленную до красна металлическую женщину, а женщина обнимать такую уже раскаленную до красна мужчину. Те, кто, например, пили алкоголь, их заставляют пить раскаленный металл. Это на благо самого человека следует этим правилам. Если человек хочет, чтобы Святое Имя быстро принесло свой результат, очищающий, и в том числе радость в сердце, он должен стараться сторониться этих действий, в которых присутствует Калий Махараджа, который пытается нас унизить, то есть чтобы люди стали падшими. Вопросы, возражения, непонимания, дополнения. А как можно человеку, вообще неверующему, доказать, что Бог есть, и Он Кришна? Как можно дать свидетельство, что Бог существует, что Бог существует, что Бог существует, что Кришна, и он не верит в Бог? Как можно сказать, что Бог существует? Что-то в действии, что люди хотятicker, Он говорит, что всё равно поверит, тренировка. Причём, крышка раздается в секунду – каждый хочет счастья, и каждый хочет счастья – это призывание всех. Он спросил и говорит, что все равно всех согласны, а также важно. Согласно ведам, все являются верующими, все люди являются верующими, каждый верит в свою форму счастья, каждый верит в свое представление счастья, то, каким образом он будет счастлив. И если человеку, который атеист спросит «хочешь, чтобы ты будешь счастлив», он, конечно, скажет «хочу». Но что это означает? Это означает, он просто неосознанно стремится к Богу. Почему? Потому что для Бога есть то самое счастье, он сочит, а надо вечность, знание Блаженства. Любой хочет быть вечным, любой хочет быть знающим и любой хочет быть счастливым. Просто у него есть иное представление о том, как это счастье выглядит. Но он же и будет разочарован. Он сначала думает, счастье, например, когда у меня будет машина, например, вот такой-то модель. Но когда оно ее влетает, через некоторое время он понимает, нет, это не то счастье. Вот, счастье будет, если я поеду туда. Он едет туда, через некоторое время понимает, нет, и это не то счастье, которого я искал. В сердце все уже, это вот, пустота остается. Помните, как Джон Леннон говорил, у меня есть все, богатство, слава, жена, ребенок. Но по-прежнему в сердце пустота, и я не знаю, чем ее заполнить. И в нём, когда Миробов был в Ким, он был называемый Акбар, а как его миленький, Акбар, он был в одной из университет, с ним был Миробов. Он был очень интеллигент, очень интеллигент. Он был очень интеллигент. И один день он был искать две вопросы. Знаете, в нашей стране, в Индии был такой император, его зовут Акбар, он очень известен. И у него был мудрый министр по имени Бирбал. Однажды Акбар спросил у Бирбала, у меня у тебя два вопроса, мудрейший. Пожалуйста, подумай, не спеши, у тебя два дня. Первый вопрос, как мне увидеть Бога, если Он есть, как мне его увидеть? И второй вопрос, чем Господь занимается? Когда он с ем в дом, он уникал, если он улезнет, они не утром, он уникал, он уникал, а еще и все есть. Он успокоился в дом, с такими душами. Но в двух дней он тебе ответил, и его job с ним был не мог первым. И как он уничтожил, он был не глядал, это так много. Может, он уникал, в маленькие дети, он сказал, spouse, А я говорю, что вы сказал, что мы быстро не понимали, что вы не понимали. В том, что возраст, ты сказал, что это происходит. У вас больное, который приносит к нам и решает четыре. Где он говорит? Как вы знаете ваша гора? Если Касмортирует его, то как он знает о том, что он говорит. Если два часа нет ответственно, я говорю, что я хочу об этом говорить. Чтобы это помнить, что мы в семье были. Он скажет, что у нас только два вопроса. Акбар сказал, что у тебя два дня, но если ты не ответишь, я тебя уволю. Бербал вернулся домой, сел, задумался. И как он не думал, он никак не мог представить, как можно простому, ясно объяснить царю, как увидеть Бога и чем Бог занимается. И он перестал есть, он перестал пить, он не мог спать. Сын подошел, маленький сын подошел коцу, отец, почему ты не ешь, почему ты не разговариваешь, почему ты не спишь, что случилось? Иди, сынок, ты маленький, ты не поймешь. Отец должен сказать, скажи, пожалуйста, что тебя беспокоит? Царь мне задал два вопроса. Как увидеть Бога, чем Бог занимается? И если я отвечу, он меня уволит. А если я уволит, как он тебя кормит, как он будет содержать нашу семью? Как он будет жить? Всего-то два вопроса, столько головной боли. Отец, возьми через два дня меня с собой. Я отвечу на тебя вопросом? Ты точно отвечу. Отец, не волнуйся, я отвечу. Это очень просто. Когда он прием к царю, скажи царю, что ответы на эти вопросы настолько простые, что даже мой маленький сын ответил. Это очень просто. и киевам, когда вы先生 дедучали свои милденки. Когда вы знаете, то есть, что вы поиск, когда вы поискли 가, и вы поискли и поискли, что вы поискли, если бы вы, скажите, о, махархи, я хочу пять формы, вы поискли. И вы поискли, значит, что вы, знаете, что вы киев здесь знаете? О, и вы киев. Тогда вы сказал, значит, что вы изверглите ги. Как вы поискли, моё, как вы сами можете уйти... Вы можете запуститься, подниматься на ежеджен. Вы можете запуститься в ежеджене, а когда его переметать, он был тем, когда его нет. Махарады не так ответили, пара акции. Ежедженый ежеджен в ежеджен royal и у него есть процесс. Без процесса вы можете не получить ежеджен. Потому что он не может получить ежеджен. Вам вопрос, что за ежеджен год? В нашем Стрихе говорится, что если в одном из них можно даршан от Бога, то все гражданство, его souffрение, цифры, и кофе, и полностью, и не вредно, и не вредно. Если вы не знаете, он не обязательно. Это иначе, но иначе, если вы не получите любую любую патрику, то есть иначе, если вы не получите любую патрику, то есть саду санга, бхазана, крия, аналитиклим, ничьи, ничьи, ассати, бхаза, премь, премь. Премь, это иначе. Когда вы получаете от класса 1, сейчас вы увидите этот подарок, у вас будет более быстрее, легко переходить на пейс и атаковать драсан. И если вы спросите, то да, не надо ответить. Возьму дня на 1-е. Вы что-то скажете? Через два дня во дворце, где уже потирали другие министры ручки, потому что они думали, что скоро вакансия будет, более прибыльная должность, приходит Бербал, главный министр, со своим маленьким сыном. Царь уже ожидает, волнуется. Говорит, ну как Бербал? Ты готова, дядя? Ваше юристое, конечно, но вопрос настолько пустяковый, что даже мой сын ответит. Да, вопросик. Мальчик, пожалуйста, скажи, как увидеть Бога? И тогда мальчик отвечает, Ваше Величество, можете принести мне пять литров молока? Принесли пять литров молока. Он говорит, Ваше Величество, скажите, в этом молоке есть масло? Точнее даже не масло, а топленое масло, гиль. Он говорит, да, конечно, там есть. Но вы его разве видите? Нет, не вижу. Но вы же знаете, что там есть? Да, конечно. Почему вы знаете? Потому что существует метод, с помощью которого из молока можно добыть топленое масло. Сначала мы его скипятим, потом оно чуть-чуть остынет. Мы добавим туда немного йогурта, и все молоко превратится в йогурт. Потом мы будем его пахтать. Там специальная ступка с лопастями. Вот, будем пахтать. Когда йогурт охлаждают льдом и пахтают, таким образом на лопатках образуется сливочное масло. Это сливочное масло собирают, и его опять на огне обрабатывают, и в результате образуется гиль. То есть есть процесс, с помощью которого из молока можно выделить его суть, топленое масло. Вот точно так же существует метод, с помощью которого можно видеть, что Господь попал всюду. В Священном Писании говорится, что существует девять ступеней, через которые должен человек пройти, прежде чем он увидеть Бога. Вы сейчас в первом классе этой школы, вы только приступили к своему обучению, задав свой вопрос. А это первая ступень, это начальная вера. Потом будет общение с святым, потом будет попытка жить как святые, потом придет очищение сердца, потом твердая вера в служение Господу, потом вкус к служению Господу, потом привязанность глубокая к Господу, потом сердце наполнится необычным переживанием в любви к Господу, а потом чистая любовь к Богу придет. Вот тогда Господь себе и покажет. Таков метод. Поэтому вам придется путепеть и следовать в том пути, если вы хотите его увидеть. Это мой первый ответ на ваш первый вопрос. Ваше Величество, тот, кто обрел Гаршан, то есть тот, кто увидел Господа, он никогда больше не возвращается вдоль страданий. Он навсегда покидает мир и отправляется в его обитель. Великие мудрецы и подвижники совершали жизнь за жизнью свой духовный подвиг, чтобы достичь этого, чтобы увидеть Господа. А вы хотите вот так вот просто, раз и получили, не получится. Вот это первого ответа. Вторые ответы. Вашество второго ответа. Под 건조, tailor paz. Тут правило этот вопрос пост Khur' Ngare. Ты такой подлинни отiety. Он ответит звать человека. Но вы как то elo заина. Я говорю почитание, но се� аллен... which is the big throne, golden stones and He stand down это свидетельств Irukan, you know, proper behavior So true, tatbjhara supra corruptors and all This is the rule you can take pranam happens everytime you fall down to pranam and to seva then you can ask this spiritual thing but you are sitting in the thron, I'm sitting down that is not a proper way so if you are listening, сэndsi вы пишете Единственное место в самолете есть. Она спрашивает, что он был мой всем, что он был дурным. Он был дурным полем и был нынанатом, И он сказал, что он был дурным. Что же работает, о чем он быстро придется домой. Кто это 나와 на слое? Например, как бы ему подозрались. Итак, царь задает второй вопрос. Скажи, пожалуйста, чем Господь занимается? И мальчик говорит, Ваше Величество, скажите, вот в нашей ведической культуре, тем, кто следует ведам, то есть живет по знанию, каково положение того, кто задает вопросы? И каково положение того, кто отвечает на вопросы? Он подумал, он сказал, ну тот, кто задает вопросы, ученик, а тот отвечает, учитель. А Ваше Величество, скажите, пожалуйста, а каково положение у учителя, ученика, кто должен быть где? Вот вы там сидите высоко на троне, я внизу у ваших столб. Это правильно, это по нашей культуре. Учитель должен быть там, а ученик должен быть внизу у его столб, там знания приходят. Сарь подумал, подумал, ты прав мальчик. Тогда он взял мальчика, посадил на трон, сам стал у него столб внизу, возле трона. И тогда мальчик сказал, видите Ваше Величество, в одно мгновение даже нищий может зайти в положение царя, а царь может оказаться попрошайкой, то есть тот, кто вопрошает, тот, кто в чем-то нуждается. Вот этим Бог и занимается. Я ноет, чтоonda niemand. Ньютон. Да, выбраны игрушки, это те-то в liter. Гmarence fire. Схватив, что может говорить, говорить, что он старается говорить, что его мозг начинает работать, и поэтому его мозг начинает понимать кто-то, кто может кто-то из всего мира. Он — он, что все истин does, он все, что истинно. Он — он человек, он был со cleanin, он аж не был воведом Боге. Но не для этого ничего так делать, ничего не так. Всё, что происходит в Прахирти. не было ни одного, ни одного, все были, но не было ни одного, кто не был. Но никто не понимал, что не было ни одного, чтобы кто-то делать. Вот это дом, снегалата, санцентрироваться, комнату, чисто, с манитой и раз ёсто. Так что вы приехали здесь, и высоко в своей стране будет красиво. Если вы не делали, то вы получите много достояния. Всего, на самом деле, все люди находят, и в такой же мир, никому нет на конекте, на вечеринке aura воды, реально все причины, все просто, все, всё. Все, всегда, всегда, всегда. Newton знал это, Бог, кто. Однажды, он приглашает все эти прессы. Он создавал один из самых ярких мастеров. Все сна, где мы прянулись, как этот весь дом будет выглядеть. Он создавал один из самых ярких мастеров, и он создавал один из самых ярких мастеров, И кто не думает, что все произошло, пракрити. И когда он увидел, что такое solar system, он сделан очень прекрасно, он сделан очень красиво. Тогда он спросил, кто сделал это? Ну, он просто сделал это, он сам сделал это. Он сказал, что он пагал. Вы не сможете сделать это, а не только это происходит, а не только это происходит, но и не только это происходит. Ещё один очень хороший пример и ответ на вопрос попал того, как доказать кому-то, что Бог существует. Был такой великий ученый в Европе Махарадж сказал, самый великий ученый того времени Ньютон Ньютон, наблюдая то, как устроен мир Чувствовал и видел, понимал, что должно быть за всем этим порядком Должна быть какая-то уникальная личность, которая все это устраивает Посмотрите, вот этот дом, как он устроен Здесь все на своем месте Чисто, убрано, удобно Почему? Потому что есть хозяйка, снехалата, она этот дом поддерживает И если хотя бы один день не убираться То начнется хаос, постепенно накапливается мусор, пыль Вещи начнут в разных местах, ненужных появляться и так далее И станет неудобно жить в этом месте И благодаря тому, что есть хозяин, он поддержит порядок, в доме удобно И приятно А это наш большой дом И он очень идеально устроен Смена сезонов, вода, воздух Все устроено так, что мы можем жить в этом доме У Ньютона был знакомый, еще один ученый, и он был неверующим И он Ньютон ему говорил Посмотри, как мир уникально устроен Должна быть какая-то личность, которая с ним стоит Обычно эту личность называют богом люди Но этот человек говорит, нет, нет, нет За этим никакой личности нет Сама природа все это создала Природа все создала Тогда Ньютон задумал кое-что сделать, чтобы этого человека убедить в том, что он не прав Он сделал модель солнечной системы Солнца, планеты вокруг Все очень-очень хорошо показал с лунами и так далее, чтобы все это двигалось Созвал других ученых И этого тоже ученого позвал, неверующего И показал ему эту модель солнечной системы, где все движется Все очень синхронно, все очень гармонично И тут он неверующий смотрел на это, смотрел Он был поражен красотой этой модели Как она хорошо сделана И он спросил Ньютона Кто тот мастер, кто создал эту модель? Ньютон говорит Да никто ее не создал, она сама появилась Что ты мне такие глупости говоришь? Как такое могло само появиться? Так все сделано, все идеально, все на своем месте Все отглажено, все механизмы, все движения Такое само не появляется Вот это я хотел тебе сказать Посмотри, как все сложно и точно устроено И ты говоришь, что за этим никого нет Сезон сменяет, сезон месяц идет Отлично Да, сезон сменяет, сезон месяц, за месяц со мной Это я хотел сказать, когда все точно устроено Да, да 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 Таким образом, без Бога, ничего не случилось Но, знаешь Ты знаешь, Дарвин? Дарвин Ты знаешь, Дарвин? Да, Дарвин Один scientist Дарвин 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 Я, или род, и род. Но Криша говорит о том, что царапись. Библии говорит, что Тарапин открыл Мьян в своем имени. Он открыл Мьян в своем имени. Ты можете посмотреть у Кришна в состоянии. Как мы Созьяны? Я имею два глаза. Said мне два руки. Этоioni так, конечно. Он имеет два ног. Одновременно и все же человечество, радарани, все же, все же, ты другие. Ты не похожа на Монки. Можем перед волнить спорте, что Фадермата был Монки, но сам Фадермата был Монки. наши Фадермата, Кристос и Рам. so in Quran, they are telling a Muslim they are also telling like this one subject god created a human being gave this own surati the own folk all scripture is telling the same thing like this Darwin just before death he told oh soy I have told this thing Вы понимаете, что в государстве он говорил, что в любом случае, что вы были монхи. Почему он не хочет сделать всех непосредственно? Это не правда. Никаких монхи не приходит к монхи. Я делал это. Был еще один очень известный, вы все слышали его имя, Дарвин, который утверждал, что мы происходим, что люди происходят от обезьян. И когда нашел Бхактан Саим Пропада, услышал своих учеников, что был такой ученый Дарвин, и он утверждал, что люди происходят от обезьян, он сказал, это Дарвин у отца, да, отец Дарвина обезьяна, а у меня, мой отец, вот он, Кришна. Ребенок унаследует качество и облик отца и матери. Поскольку у Кришны два глаза, один нос, один рот, руки, ноги, у меня тоже два глаза, один нос, я похож на него. Все мужчины похожи на Кришну, все женщины похожи на его супругу, Шимати Радику. Мы, вот они наши родители. А у Дарвина, да, у него отец обезьяна, постепенно у него хвост отпал, по мере того, как он жил, он стал похож на человека. Что-то еще он сказал? Кришна в Бхагаватите говорит, я отец в силах живых существ, он об этом говорит. Также в Библии написано, Господь создал человека по образу и подобию, и в Коране также написано, что Аллах дал свой образ человеку, то, как он сам выглядит. Таким образом, мы знаем, что из разных источников, что человек не происходит от обезьяны, он происходит от Бога. В конце своей жизни Дарвин сказал, недодолго до своей смерти, он сказал, что я вынужден был проталкивать эту теорию, точнее гипотезу о том, что человек происходит от обезьян. Почему? Потому что была сила правительства, которая заставляла это делать. Потому что им нужно было возрастить поколение атеистов, неверующих людей. Но я вам говорю, это неправда. Никогда человек не происходил от обезьяны, и этому нет доказательств. Так, я считаю, что он занимался со мной, который взял одежду, и его гориллу. И два головы взял, и взял, и взял, и взял, и взял, и взял. Но он убил всем. Взял, 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 взял и взял, взял, взял. В общем, он подменял артефакты, то есть, например, бывал череп гориллы и как-то там смешивал с черепом обезьян и показывал, как постепенно происходит эволюция, то есть изменения, телесные изменения уже в этом роде или как-то? В виде, как постепенно появляется человек, но он сам признался, что это была подделка. Как доказать, что Кришна Верховна? Хорошо, вы объяснили очень хорошо, что Кришна существует, но как доказать, что Кришна – это Кришна? Кришна – это Кришна, но вы не знаете Эддиану. Как я вам рассказываю? Эддиану Бхарда занимает последние годы. Он занимает много последних годов. Он не занимается много частот, как в Бхагавад Гитахе. Когда Кришна сказала, Аршун говорит, что не хочет это, и они мои братцы. Другие друзья, в отношении с друзьями, родители, 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 я не могу. Не надо убивать, чтобы он не был. Тогда Krishna сказал, что висовую. В инверситете, он сказал, что Krishna сказал. Но нет ничего, чтобы делать не было. Если я уже не делал, то и не делал, уже увидел этот инверситет. Он уже был в борьбе, но он уже был в бой, голову. Он уже так даже, он был в этом, так он сказал. И professional всегда становится, который я? Но из-за всего есть только flower, но внутри есть только флажа. Но внутри есть флажа, и внутри есть флажа. Но когда флажа была бы брод, то что произошло? Флажа была бы в флаж. Их говорили, что я делаю все флажа. Так что все флажа была флажа, но я делаю флажа. Магараш сказал, что это очень сложно понять, пока человек не будет принадлежать к физической культуре, к индийской культуре. То есть не будет обладать определенным знанием. Например, Арджона рассказывает о том, что я буду сражаться. Да, да, да. Я вспомнил. Когда Кауравы со стороны Дурьоданы, его братья, с одной стороны встали на поле битых у Рукшетра, а с другой стороны Пандавы, пять братьев, со своими союзниками армии выстроились в боевых порядках, он попросил Кришну вывести его к лестнице в середине поля боя, чтобы осмотреть собравшихся, кто готов сражаться. И когда он посмотрел, он сказал, как я могу, Кришна, как я могу желать их смерти, это же мои братья. А так они действительно принадлежат одному роду, они двоюродные братья. Он сказал, да лучше я буду нищенствовать, я отказываюсь от царства, я буду нищенствовать и поддерживаю свою жизнь подаяниями, нежели я стану причиной смерти своих двоюродных братьев. Когда Кришна это услышал, он сказал, Арджуна, не думай, что это зависит от тебя, что ты будешь убивать их. Нет, я уже их всех убил в форме вечного времени. И он показал сначала вселенскую форму, в которой он одновременно является всеми божествами, всеми контролирующими, управляющими божествами вселенной, а потом свою калорупу, вселенскую форму времени. Он показал, как в форме времени он уничтожил уже всех, кто находится на поле Битакург-Шатранского. Поэтому это лишь вопрос, кто станет моим инструментом, потому что их судьба уже решена. И еще в Бхагаддите Кришна приводит пример. Он говорит, если мы возьмем ожерелье, в данном случае Махарадж показывал нам гирлянду. Гирлянда состоит из цветов. Мы видим различные формы и как они соединены между собой, как этот мир устроен из различных форм. Но они все соединены, как гирлянда, а внутри есть нить. Эту нить не видно за этими формами, но эта нить есть. Стоит ее порвать, и гирлянда рассыпется. Как ожерелье рассыпется, если порвать нить, и весь жемчуг рассыпется. Вот точно так же Кришна говорит, я есть эта нить, я есть вот эта нить, которая соединяет каждую жемчужину в ожерелье, или вот в данном случае каждый цветок в гирлянде. Стоит только попробовать меня изъять из жизни, и все рассыпется. И все рассыпется. Продолжение следует... Продолжение следует... Я спросил Махараджа, вот он сейчас объяснял, о том, что в Багвадите Кришна говорит, Сарва, Дхарман, Паритьяджама, Мэкам, Шарнавраджа. О, Арджуна, оставь все виды мирских религий, все виды обязанностей, не бойся последствий этого, что ты оставил все эти обязанности. Я защищу тебя, я обещаю тебе, просто приди ко мне, следуй моей воле. Также перед этим он говорит от главы к голове, в начале каждой главы, он говорит, Арджуна, сейчас я раскрою тебе тайну. Потом он говорит, я сейчас раскрою тебе еще большую тайну, и в конце концов он говорит, я раскрою тебе тайну-тайн. И что является тайной 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 и никогда больше не возвращается в мир. Я спросил Махараджа, а как... А, да, даже если человек наберет такое благочестие, что отправится на высшую планету этого мира, на Брамалоку, где живет Творец этой Вселенной, однажды, когда его пунья благочестия закончится, он вернется на Землю, в мир смерти. Вот. Это не вечное место Брамалока, но Кришна обещает, он отправится в Майорбеки и больше на Невартанте никогда не вернется в мир смерти. Я спросил Махараджа, а как это отвечает на вопрос, что Кришна Бог? Он говорит, так Кришна говорит везде, я Бог, я Бог, я Бог, я Бог. Например, в Бхагавадите он говорит, ахам сарвасия прабхаво, матах сарвам прабхарате, я источник всех материальных и духовных миров, из меня изошло все. Кто так говорит, скажите, кто еще так говорит? Никто больше не расскажет. И нигде вы не найдете таких подробностей, того, как устроен мир, как все устроено. В Индии, Срамат Бхагавад, и Бхашаде, иначе, иначе, он объяснил 24 инкарннннн. Он объяснил, что устроен мир, иначе, он объяснил, но, но, как же, Кришна, его название, он также был в инкарннннннннн, в Сута Госвам. Я сказал, что acknowledge, что кришна поノ, где follow крийсья, indicatesBe me принадлежности, неARDれない. Когда Шутхов prickа пришли, рацион шети Мне retour Quindi просто скажу, что кришна сам по муся惡е Аху Бхаги Маху Бхаги Маху Бхаги Маху Бхаги Мораджи. Сута Гаслами в лесу на Мишаране объясняет Шанакадириши, то есть мудрецам, которые там собрались, он объясняет, как Господь является в этом мире. Это явление называется аватара, нисхождение, когда абсолютно истинно Господь проявляется в этом мире. Он приходит в различных образах в разное время, с разными миссиями, в разные народы. И он перечисляет 24 основные аватары, и среди них перечисляет Кришну. Но потом думает, сута Гаслами думает, о, я совершил ошибку, я причислил Кришну к одной из аватар, но это не так. Он аватари, он источник всех аватар. Он и есть тот Верховный Господь, который приходит во всех возможных формах. Я должен как-то это отметить, и тогда он произносит стих. Прежде я упоминал всевозможные аватары Господа, полные проявления Господа, частичные проявления Господа, но среди всех них Кришна, Своям, Бхагаван, то есть изначальный Господь. Господь Брама, Творец этой Вселенной, написал, точнее, он произнес, Он сказал, что среди всех Ишвар, Повелителей, Кришна, Высший Парама, он садчит Ананда Виграха, его образ по вечности знания блаженства. Анадир Адир Говинда, этот предвечный Господь, Анадир означает без начала, его зовут Говинда. Я и говорил, предвечный, предвечный означает тот, откуда вечность происходит. Тот, у кого нет начала, его зовут Говинда, и он Сарва Карана Каранам, причина всех причин. Я знаю, что вы голодный, Прасад уже.